Екатеринбурженка отсудила более 200 тысяч рублей у коммунальщиков, по вине которых ее автомобиль заглох в глубокой луже. Хоть и не беспрецедентное, но все же довольно редкое решение было принято Октябрьским районным судом Уральской столицы и устояло в апелляции, поданной проигравшей стороной в Свердловском областном суде. Правда, на доказывание своей правоты у автомобилистки ушло почти два года. Поздним вечером 2 июля 2021 года Екатерина Шипицына возвращалась домой со стороны Тюменского тракта за рулем своего BMW 116. На улице лил дождь, иногда переходящий в град. На кольце у концерна «Калина» Екатерина увидела впереди огромную лужу. Она занимала всю проезжую часть. Не объехать ее, не вернуться назад у женщины возможности не было. Поскольку другие автомобилисты пусть и медленно, но преодолевали это препятствие, проехать через лужу решилась и Екатерина. Увы, вода попала во впускной коллектор двигателя BMW, мотор получил гидроудар. Такое же несчастье в тот вечер пережили десятки автомобилей, рискнувших проехать через эту лужу. Но только Екатерина Шипицына отважилась вступить в судебную тяжбу с коммунальщиками, чтобы компенсировать расходы на ремонт автомобиля. Согласно экспертному заключению, двигатель немецкого автомобиля получил следующие механические повреждения. Деформация шатунов в третьем и четвертом цилиндре. Трещина поршня четвертого цилиндра. Задиры и царапины в блоке цилиндров. Экспертная стоимость ремонта иномарки составила более 242 тысяч рублей, фактическая – 199 700 рублей, плюс 6500 за услуги эксперта. Согласно акту выявленных недостатков в содержании дорог, составленному ГИБДД, огромная лужа размером 20 на 60 метров возникла на проезжей части по причине, не справившейся со своими функциями ливневой канализации. Ответчиком в суде выступило муниципальное учреждение, водоотведение и искусственные сооружения. Ответчик утверждал, что истец, видя затопление проезжей части, должен был самостоятельно сделать вывод о недопустимости движения по ней. Также говорилось об экстремальных погодных условиях, приведших к засорению ливневой канализации. Однако представить суду доказательства, что погодные условия действительно были экстремальными, что имел место форс-мажор, на который ливневка не может быть рассчитана, коммунальщики не смогли. Таким образом, повреждение машины истца произошло вследствие ненадлежащего исполнения ответчикам своих обязанностей по содержанию ливневой канализации. Придя к этому заключению, Октябрьский суд удовлетворил иск Екатерины Шипицыной, а областной суд подтвердил законность такого решения, когда проигравшее МБУ водоотведение подало апелляцию. Всего муниципальному учреждению придется выплатить владелице БМВ 211 462 рубля, включая расходы на ремонт, на эксперта и на уплату госпошлины при подаче заявления в суд.